Всем привет, меня зовут Костя. Обычно вы меня не видите, потому что я оператор этого канала, хотя, возможно, узнали меня по моим прекрасным усам из ролика про сравнение камер. Я оказался здесь перед вами, чтобы рассказать о своей обновке. Это Google Pixel 6. Последние 4 года я пользовался исключительно техникой Apple и жил счастливо, но обстоятельства складываются так, что яблочная техника становится немощной и невыгодной в России прямо на глазах. Поэтому было принято решение купить iPhone на Android. Я не буду читать рэп из технических характеристик, подробный обзор уже сделал Жека, можешь посмотреть его вот здесь. Я же расскажу о своих впечатлениях после iPhone, в чем преимущество Pixel конкретно сейчас и почему его стоит купить тебе. Погнали. Сначала немного о нюансах. Главный тест, который я провожу со всеми Android смартфонами, истории в одной запрещенной соцсети. Ой, я же такая блогерка, мне очень важно делиться своими покупками в ЦУМе, красивой едой, как я провел вечер, как я проснулся, как в туалет сходил. Порчал! Вот ты! В общем, мама будет знать, что я надел шапку и покушал. Так вот, Pixel здесь обыгрывает всех своих Android конкурентов. У него самая адекватная стабилизация видео, частота кадров и детализация картинки не страдает. Хоть он и шумит порядком ощутимо. Вместе с Инстандар это лучший вариант на рынке зеленых роботов, так что если ваша работа завязана на контенте, то сбежать получится только на Pixel. Ну и с очень большой натяжкой на Samsung, так как истории там до сих пор выглядят отвратительно. Когда берешь iPhone в руки, сразу замечаешь, как все выверено в системе. За 4 года яблочная техника воспитала во мне настолько жесткого педанта, что взяв себе Pixel, я еще неделю плевался от разных шрифтов по всей системе. Например, в настройках очень красивый шрифт Google, а как только открываешь любое приложение, испытываешь неистовое отвращение. Бедный и безликий работа, еще и везде разных размеров. Уверен, это можно поправить, но возиться с рутированием устройства желания совершенно нет, поэтому молча привыкаю к этому безобразию. Ставь лайк, если ты не такой и любишь ставить этот прекрасный шрифт на свой смартфон. Возник вопрос к кнопкам на грани устройства. К их странному расположению адаптируешься достаточно быстро, а вот то, что они не закреплены в корпусе, бесит невероятно. О чем я? Они шатаются. Даже в дешевом Samsung такого нет, а почему здесь так решили поступить, непонятно. На Pro-модели та же ситуация. А еще они достаточно туго нажимаются и громко... ...клацают. Ночью все соседи слышат, когда я полез в Twitter. Еще нюанс в плавности системы. Конечно, все быстро открывается и 90 Гц дают о себе знать, но нет-нет, случаются какие-то подтупливания. Когда у нас появился бы природный газ, нам бы всем было легче. И вам это... На яблоках практически не задумываешься, как это все проигрывается, анимируется и открывается. Настолько, я бы сказал, бесшовно работает система. Раз в месяц случается что-то подлогнет или, бывает, даже вылетит, уже бесишься. А тут я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что при открытии условного Telegram анимация дернется. Самая главная часть в смартфоне – экран. Согласен? Тут в обычном пикселе он не идеальный, в плане углов обзора. Стоит чуть наклонить телефон и ощущение, будто ты в лужу с бензином посмотрел. Другой ассоциации я придумать не смог. Зелено-фиолетовые переливы на белом экране – это беда маленького пикселя. В прошке такого нет, там другая технология экрана. И меня об этом предупреждали, но я же самый хитрый, просто включил темную тему и не обращаю внимания. Да, достаточно странный вариант абстрагироваться от явных недостатков, но если для тебя огромная прошка, как для меня, не вариант, то это единственный выход из ситуации. Теперь к вопросу, а нахрена он вообще нужен? Мы, конечно, снимали видео о том, как вернуть приложение подсанкционных банков на iPhone, но это не очень безопасно, к тому же за это нужно платить. А здесь просто скачиваешь АПКшку с официального сайта банка и точно уверен, что все безопасно. Ну и, само собой, пиксель нужен для оплаты с помощью Mirpay. Apple решили убрать платежную систему Mir из Apple Pay и возможность оплатить часами или телефоном отвалилась совсем, ведь платежи с MasterCard или визы в России не проходят, а привязать другое приложение для оплаты, как в Android, нельзя. Для меня Apple Watch потеряли 100% своего смысла, таймер я и на телефоне поставлю, а уведомления и Mi Band без проблем покажет. Спасибо, пожалуйста. А еще это открытая система, в отличие от iOS, и сюда можно устанавливать приложения с разных источников. И тут выводы уже сделай сам. В сегодняшней обстановке при массовых отключениях сервисов и подписок это, конечно же, огромный плюс. Я, например, нашел альтернативы всем привычным приложениям и ощущение, будто ты в Москве с бензинового двигателя пересел на Теслу. Ставь лайк, если прошарил метафору. Тесла более экономичная. Внезапно оказалось, что Pixel не такой уж популярный телефон в России. С чего бы, да? Да. Да-да. Очень проблематично найти нормальный чехол на этот телефон. Дизайн у него, сам видишь, самобытный, и на самых ближайших просторах адекватных чехлов на него нет. Вот этот силиконовый отвратительный, этот с некрасивыми цветочками, а этот слишком толстый. Пришлось заказывать с Алиэкспресс сомнительный тканевый кейс. Можно, конечно, рискнуть ходить без чехла, но телефон сам по себе большой и скользкий. Уронить два притопа, три прихлопа, а ремонт тебе встанет потом в уверенную копеечку. К тому же неизвестно, как поведут себя матовые алюминиевые грани. На Pixel 4, помню, они стирались только в путь. Вот за технологию изготовления стекол даю честное пацанское. Потому что керамик-шилд на айфоне хоть и прочный, но царапается об воздух, как только ты достаешь его из коробки. Каждый айфон, который мы снимаем, каждый год стабильно уезжает с царапинами. Хотя их никто не кидает, кладут экранами вверх, на мягкую поверхность холят и лелеют. Две недели. Девственно чистый, хотя в карманах у меня постоянная битва пыли с песком. Затрону тему сканера отпечатков пальцев. Как оказалось, для меня это удобнее, чем Face ID на айфоне. Я часто лежу половиной морды в подушке, и телефон меня, естественно, не узнает. Приходится вечно поднимать свое щучло и обязательно открывать оба глаза, чтобы зайти в банковское приложение. В Pixel этой проблемы нет. Сканер хоть и не самый быстрый, но работает всегда безотказно. Если бы он был еще в кнопке питания, вообще бы цены телефону не было. Помнишь, как это классно было реализовано в Galaxy S10e? Мы тут с каждым таким телефоном кайфуем при съемках. Ну и как человек, регулярно занимающийся видеосъемкой, могу сказать огромное спасибо за порт USB Type-C в телефоне. В своем рюкзаке я ношу только зарядку от MacBook. Могу ею же зарядить телефон при необходимости, а еще могу снять короткий сюжет на телефон, быстро скопировать на ноут и сразу смонтировать. Почему в iPhone до сих пор используется старый USB протокол, я не знаю. Ну почему-то нас не слышат. Может быть не хотят слышать. Может быть не могут услышать. А то, что я могу подключить к нему любой диск, используя переходник, идущий в комплекте, вообще отвал всего живого. AirDrop в плане скорости передачи файлов медленно умер у меня на глазах. Да сам факт того, что я телефон могу превратить в беспроводную зарядку, уже делает эту покупку осмысленной. У меня глаза каждый раз под стол выкатываются, когда я кладу на него другой телефон, и он заряжается. Зарядить таким образом наушники где-нибудь в гостях или на даче с кайфом. Аккумулятор. Вот с ним все плохо. Если большой пиксель можно сравнить с автономностью обычного iPhone 13, то обычный пиксель это iPhone 13 mini, будь он не ладен. Я заряжаю телефон раза два на дню, а если в чатах часто донимает, то и все три. Вариант с отключением бешеной частоты кадров я даже не рассматривал, потому что какого черта, за что я платил зеленые. В общем в рюкзаке у меня всегда лежал и будет лежать пауэрбанк, учитывая, что этот телефон долго не живет. Тема камер уже раскрыта ЖЭКой. В отдельном видео он показал, как справляются четыре разных флагмана, среди которых iPhone 13 Pro и Pixel 6 Pro. Разница с обычным пикселем только в наличии телефото модуля. Здесь зум цифровой, поэтому иногда может превращать фотографии в акварель. В камерах я точно не потерял. Пиксель фотографирует иначе, делает снимки более контрастными, но фотки как минимум получаются не хуже айфоновских, а где-то и лучше. От себя лишь порекомендую парочку приложений, которыми пользуюсь для достижения максимального результата. Первое для фото. Adobe Lightroom. С его помощью можно устанавливать ручные настройки камеры, фотографировать в RAW формате и в этом же приложении обрабатывать эти снимки. Lightroom максимально простой и у меня используется достаточно редко, потому что в основном я фотографирую счетчики, бумажки и тот ли хлеб я купил в магазине. Для этого стандартной камеры хватает за глаза. Красивые закаты, натюрморты, художественные портреты – все это достаточно редкое явление в моей галерее. Второе приложение для видео. Filmic Pro. Видео же я снимаю гораздо чаще, потому что мне больше нравится рассказывать людям истории короткими сюжетами. Для инстаграма днем хватает стандартного приложения камеры, а ночью я обязательно открываю Filmic. В темное время суток камера Google как-то странно распоряжается настройками. Как результат – очень шумная картинка в тех же условиях, где моя зеркалка 10-го года справится лучше. Иногда случается снимать мини-клипы прямо на телефон. Тут, конечно же, используют только Filmic. Ставлю экстремальные настройки качества, фиксирую экспозицию и вручную контролирую фокус. Пиши в комментариях, если хочешь увидеть, как снимаются клипы на телефон. Могу рассказать и даже показать. В итоге. Я потерял в первую очередь качественное видео и экосистему на айфоне. Но приобрел очень классные фотографии, свободу действий в системе, оплату MirPace телефона и избавился от лишнего кабеля зарядки в рюкзаке. В сегодняшнем положении дел я не ощущаю потери от перехода на пиксель, а значит, все не зря. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Если понравилось, поставь лайк и делись своими мыслями в комментариях. Пока.